Всем здорова! Еду на Pride Rocks Tour к Васе для того, чтобы пройти ТО, потому что послезавтра лечу уже в Альпы с Андрюхой и кроме ТО хочу еще резину выбрать. Поэтому сегодня будет достаточно интересный, насыщенный выпуск про то, как подготовить велосипед к путешествию. Это очень важно. Вася, какой ты красивый! Что произошло? Я специально постригся, потому что знал, что ты приедешь. А что люди писать будут в комментариях теперь? Я буду писать, что чувак с дырками в ушах, а мне будут писать, что я уже не домовенок. Мне нравилось, когда ты как чувака была, что теперь я, наверное, должен прихорошиться. Я еще и мокрый, жарко, и я тулил сюда. В общем-то, что мы сейчас будем делать? Мы будем готовить этот велосипед к поездке. Это не просто ТО, это надо пройтись по всем узлам, посмотреть все, что не должно произойти прямо в путешествии. То есть есть вещи, которые будут происходить, и которые можно фиксить, как проколы, как всякая такая фигня. А есть те, которые надо предусмотреть заранее. В общем-то, друзья, мы немножечко обсудили, что будем делать, потому что я на самом деле не в курсе. У меня требование следующее. Первое, что надо сделать при подготовке велосипеда, это помыть его. Мы его должны помыть. Да, потому что я в мастерскую грязные велосипеды не принимал. Поэтому ты меня не рад видеть. Просто ты должен понимать, что это я его уже идеально отмыл. После Трахтимирова он был другого цвета, понимаешь? Как и все мы. Ты настоящий маутинбайкер, любишь, чтобы велосипед был в грязи. Я тоже так обожаю. И дальше сама подготовка. Надо будет проверить трансмиссию. Мы поменяем, естественно, цепь. Кстати, надо понимать, если вы едете больше, чем на полторы тысячи километров, надо свой брать дополнительную цепь. Мы же возьмем, скорее всего, просто замочек и поставим перед этим новую цепь. Я обязательно в конце хочу поменять резину. Я говорил в предыдущей поездке, что на это я не поеду. Скорее всего, шваль бы Марафон Мондиаль. Но мы сегодня будем тестить и снимем еще отдельное видео про резину. И по мелочам надо будет проверить тормоза, разобрать каретку, втулки посмотреть. То есть это то, что, в принципе, работает. Все с этим хорошо, но перед поездкой желательно проверить, раз уже такая жара. Я бы еще добавил, что мы обязательно снимем те узлы, которые необходимо будет демонтировать для упаковки велосипеда. Потому что реально очень часто бывает, когда в последний момент начинаешь разбирать велосипед, ты не можешь открутить педали, не можешь снять подсидельный штырь, потому что это все прикипает, происходит взаимопроникновение металла и так далее. И люди в последний день просто не могут открутить педали, либо снять даже подсидельный штырь. Это тоже проблема, поэтому все обязательно сегодня проверим. Вот наш пациент. Ты хочешь высоким давлением? Да, но мы будем аккуратны. Так как мы будем делать того, то мы можем, в принципе, без опаски какой-то мыть велосипед, но мы все равно будем избегать попадания в какие-то механизмы нужны. Я думаю, что если туда могло что-то попасть, в каретку и во втулку, то оно в трахтимеровье уже попало, потому что он плавал там. Ну там, по-моему, жаба квакать. Вот смотрю на педальки, на эти люк или лук. В прошлый раз мы их повесили с Васей, и Вася рассказал, что плюс их в том, что когда подошва мягкая, у них большая площадь соприкосновения. Мне это вообще не актуально, у меня подошва жесткая. Мне так кажется, на самом деле, Саня. Да? Жесткая, это когда карбона вообще не гнется, там индекс 12. У тебя от силы там индекс 4. Ну это отлично, я всегда знал, что у меня индекс 4. То есть ты бы меня среди ночи разбудил. Ну я как, плюс минус точно. Но меня это не колышет, на самом деле, потому что с Шимана разницы я здесь не почувствовал. А вот глобальная разница в том, чтобы Шимана так держали, как эти луки, тебе их надо закручивать, ну так, чтобы их навстегивать, надо с разгону было. И проблема не в том, что встегнуть тяжело, а в том, что выстегнуть тяжело. Когда резкая ситуация, вот я сейчас между машин ехал, и резко передо мной машина остановилась, и все, и выстегнулся. Здесь очень хорошо держат при легком вщелкивании и выщелкивании. Да, я согласен, потому что это же такие. Очень крутые педальки. Вот прям луки рекомендую. Сейчас мы будем мерить цепь. Если кто не знает, когда цепь растягивается более чем на 0,75%, ее стоит менять, иначе она начинает изнашивать кассету, либо звезды. Если вы продолжаете ездить, и у вас цепь уже изнашивается больше, чем на 1%, если вы поставите новую цепь, она просто не совпадет с сточенными зубьями кассеты, или передних звезд, и будет просто простреливать. Поэтому цепь надо менять, когда доходит отметка до 0,75%. То есть это в процентах измерения. Можно мерить этот штанген циркуля, можно по длине, зная шаг. Это дюймовый шаг у всех цепей. Сейчас мы померяем, собственно говоря, инструментом, насколько износилась твоя цепь. Тут есть такие отметки. Вот у тебя сейчас где-то 0,7%. То есть мы еще можем тебе поставить новую цепь, и она не будет стрелять. То есть эту уже лучше не использовать? Да, эту в дальнейшем лучше не использовать, лучше ее оставить на самые плохие времена. Ну, а мы сейчас себе поставим новую цепь, то есть она подходит. С замочком? Обязательно с замком цепи, чтобы ты мог ее снять, отремонтировать, помыть. Я рекомендую вообще, когда ты будешь ехать, обязательно взять с собой еще запасной замок цепи, для того, чтобы если где-то цепь порвется, это может быть просто попадание палки, что-то зажевало, неправильное переключение, чтобы не выжимать пин и вставлять его заново, потому что этот пин уже будет непригоден, по сути. Он будет постоянно рваться, то есть высока вероятность. А вместо него просто поставить замок цепи. А можно с двумя, если с замоками, да? Да, можно с двумя, с тремя. В принципе, они прочные, но есть один нюанс. К примеру, с Shimano и с Ren, они рекомендуют использовать замок только один раз. То есть они считают, что это замок одноразовый. Хотя, если честно, я минимум 10 раз защелкиваю свою цепь, и все у меня в порядке, и меня замок реально ни разу не подвел. Еще одна причина, по которой необходимо менять цепь, высокий риск, что она разорвется. Чем больше мы катаемся, тем больше изнашиваются не только пины сами, колечки или пластины. То есть пластины могут изнашиваться, утончаться, особенно внутренние, которые находятся ближе к большим звездам. Они становятся тоньше, и вероятность такую цепь порвать, да, сильно увеличивается, поэтому лучше менять, пока она не изнашивалась. Шамановские цепи, как правило, идут с пином завода, то есть ты когда покупаешь с цепь, там, пин, то есть без замка, только в последнее время они начали комплектовать с замочками цепи. Поэтому сейчас здесь находим, собственно говоря, пин. Он отличается по цвету обычно и по форме. Он не имеет такой впадинки, чтобы не выжимать первый попавшийся, а именно заводской съемный спин. Вот он, видишь, отличается немного. Здравствуйте, я новый блогер Василий. Это у меня друг, товарищ Саша. Как тебя фамилия? Ля Пота. Ля Пота. Перчаточки есть. Теперь берем вот такой замечательный инструмент и будем выжимать. Только желательно сначала установить такой специальный инструмент, который будет держать цепь, потому что когда ты расклепаешься, переключатель подпружиненный и просто вырвет у тебя цепь, и она полетит куда-то. Ну, не полетит, она так просто ударит. А куда, где этот инструмент? Сейчас мы сделаем его. Вообще-то у нас есть специальный инструмент, но мы возьмем, покажем лайфхак. У нас есть такая штука. Сделаем так. Кто не понял, это обычная спица? Итак, просунем сюда. И сделаем вот так вот. Все, теперь у нас, когда ты расклепаешь, она все-таки останется на месте. Тыц-тыц. Слушай, ну вот это лайфхак офигенный. Иначе сейчас я был бы весь грязный. Ну, она бы просто выстрелила. Ну да, неприятно было бы. Тут цепь мы выкинули, потому что, ну, ее можно еще использовать, чтобы куда-то доезжать, но лучше я новую куплю. После того, как мы сняли цепь, сейчас почистим трансмиссию и проверим каретку. Здесь она достаточно легко выкручивается. Заодно почистим, нанесем новую смазку на вал, чтобы он не прикипал подшипником. Проверим, закручена ли каретка, потому что таких инструментов у меня нет, а с завода я не закручивал ее. Да, просто может получиться так, что каретка или какие-то детали могут быть не закручены, из-за этого может появиться хруст. И многие из-за этого начинают обменять каретку, подшипники, хотя банально все просто не дотянуется с тех деталей. Ну, нормально. В принципе, можно было здесь. Устанавливаю на медную смазку, для того, чтобы можно было потом легко снять. В принципе, здесь у нас подшипники защищены пластиковыми проставками, поэтому пресс можно и не смазать, но я привык, что все металлические детали, которые соприкасаются, должны быть смазаны. Это медная смазка? Да, это обычная медная смазка. Колесо мы тоже сняли и тоже протрем обязательно дропауты, для того, чтобы не оставалась грязь. Из нее тоже бывает хруст какой-то. Иногда бывает банально между петухом, как называют, серьга на раме, и рамой самой попадает грязь, и такой хруст, такое ощущение, что где-то лопнула рама. Бывало такое, что мы два дня искали причину, а оказалось, что грязь просто между петухом и рамой застряла. Поэтому обязательно протирайте эти места периодически. Понимаешь, у меня тоже было такое, и я тоже до последнего надеялся, что просто грязь между петухом и рамой была, а на самом деле просто лопнула рама. Сейчас Саня у нас будет пробовать откручивать кассету. Я ему не рассказывал, как это делать, посмотрим, если он догадается. У тебя получилось. Так это же просто открутить гайку. Да. Очень часто на барабане могут оставаться такие вот заусенцы. Причем они могут быть еще глубже. Даже у нас случается такое, что срывают просто эти грани. Чаще всего это на барабанах, сделанных из алюминия. Для таких барабанов, которые сделаны из алюминия, лучше всего использовать кассету на пауке, так называемой. То есть это кассета, которая не имеет вот такие вот отдельно зубцы, зацепы, они вдоль всей площади получаются. То есть они не срывают, соответственно, вот такие вот, не оставляют зазоры. Если бы ты покатался еще дольше, то у тебя могла возиться такая ситуация, что ты не можешь просто сдернуть кассету, потому что вот такие вот зубцы, прорези прямо глубоко-глубоко. В принципе, здесь пока ничего критичного нет. Это туго, да? Да, это считается туговато. Это барабан. Его вообще снимать не надо, но, Вася, кажется, что пережаты подшипники. Сейчас чуть подразберем. Да, мы сейчас проверим, заодно протрем немного от грязи, почистим это все, ну и заново установим. Покрутим по отдельности каждый подшипник, посмотрим, какой плохой, если надо будет заменить. Ну, раз мы выбили уже подшипник, то его надо будет менять. Но все равно поменяем, потому что туго крутится. Поставим заново новые подшипники посмотрим, как изменилось все. Мы сейчас выбиваем подшипник. Опа! И это наш подшипничек. Да, вот это он туго крутится, с хрустом, 6902. Это стандартный очень подшипник, он продается в любом автомагазине. Конечно, лучше взять хороший, какой-то там, дорогущий подшипник. Мы сейчас тебе поставим какой-нибудь оригинальный канаделовский. Так, ну что, это канаделовский, да? Да, это канаделовский Made in Japan. В общем, из четырех подшипников во втулке кванта, которые на промах у нас, мы один заменим, потому что один у нас подушатанный оказался. Совсем не крутится. Ну да, ну не то, что совсем, но очень жестко. Он крутится, но с большими вибрациями, прям чувствуется, что там какая-то коррозия. Поэтому мы вместо него поставим оригинальный канаделовский, а все остальные, в принципе, хорошие. Мы сейчас просто смазки туда зафигачим, да? Да, ну мы так называем оригинальный канаделовский. На самом деле, это обычный подшипник для канаделов, который мы у них заказываем. Японский подшипник, их можно найти у нас, это фирма EZO. Он там стоит в районе 10-15 баксов. Проверяем, насколько хорошо крутится без смазки подшипник. Почти как керамический. Сейчас давай попробуем второй подшипник, мне кажется, он похуже крутится. не разгоняется. Для запрессовки подшипника лучше использовать специальный инструмент, который будет повторять внешний и внутренний диаметр для того, чтобы одновременно запрессовывалось за обе обоймы. Потому что, если мы запрессовываем только за внутреннюю, соответственно, шарики у нас прожимаются и оставляют бороздки. Поэтому лучше запрессовывать специальным инструментом и подбирается по диаметру. 15-27 в данном случае диаметр. Мы подбираем под нее насадку и будем сейчас запрессовывать. так, колесо собрали. Теперь, когда я буду говорить, что эта втулка на 4 промах и 5 собаках, я буду понимать, что я имею в виду. Это на самом деле полезно. Очень полезно вообще знать конструкцию велосипеда, потому что, если что-то случается, ты хотя бы в голове себе можешь сообразить, что у тебя случилось, что именно поломалось, плюс-минус, диагностировать и понимать, можешь ли ты доехать или нет, или у тебя сломается через 50 километров. К примеру, появился небольшой хруст в подшипнике. Но ты не знаешь, где он появился, но только ты знаешь конструкцию, ты думаешь, так, это, наверное, в подшипнике. Там 4 подшипники, мать его, я доеду еще к 500, и так далее. А если у тебя 2 подшипника на шариках и появился хруст, то, скорее всего, не доедешь, правильно? Да, тогда можно все разбить, в принципе. Или там на конусах, то лучше, конечно, остановиться, там подправить. И теперь мы ставим цепь. Поставим КМС-цепь, это довольно-таки известная фирма, один из лидеров по производству цепей. Ну, это обычно девятериковая X9-я цепь. Теперь открутим педальки, которые недавно закручивали, и посадим их на смазку. Я их все равно завтра буду снимать, и вот, чтобы легко можно было и снять, и заново поставить. Мы сейчас их заново смажем. Теперь перейдем к переду велосипеда. Надо снять переднее колесо, подровнять восьмерочку, ну, и, конечно же, проверить тормоза и всю вот эту вот дичь. Посмотрим состояние колодок. Ну, хотя у тебя стоят красные колодки, я так понимаю, это металл. Они стираются дольше всего. Я лично, когда еду на какую-то гонку, я всегда беру себе красные скрапления металла, колодки, которые тормозят в любую погоду стираются намного дольше. Круто, когда есть вот такой специальный станок и можно наблюдать прям до миллиметров все. Больше можно наблюдать практически до микрометров. Вот у нас есть такой вот циферблат. Одно деление равняется 0,01 миллиметра. То есть, представь себе, вот этот весь круг это один миллиметр всего лишь. И когда ты спицуешь хорошее новое колесо, то биение остается в пределах десяти черточек, то есть одной десятой миллиметра всего лишь. Прикольно. Сейчас мы проверим так визуально. Да, тут причем еще есть небольшое яйцо. Так называемое яйцо по-научному. Восьмерка называется радиальное биение, а яйцо осевое биение. Ну, это чтоб нас не затроллили в комментариях. Но для того, чтобы выровнять нам осевое биение, нам надо снять покрышку. Но так мы будем менять все равно покрышку. Давай снимем. Мы в отдельном видео покажем выбор покрышек, но я пока что планирую на Швальбо Марафон Мондиаль ехать. Сейчас подстроим все без покрышки и потом сразу Швальбо поставим. Все, прибор сходит с ума? Да. Здесь можно увидеть в принципе невооруженным глазом какое здесь и осевое, и яйцообразное, какое хочешь биение на самом деле. Итого, осевое вот у нас на 0,2 мм всего лишь разница происходит, то есть в принципе в пределах нормы. Это уже на радиальное биение. Ну для колеса это нормально, я конечно могу выровнять идеально-идеально. Не, не надо. Но мы еще просидим полчаса по этому. Ну да. А не имеет смысла, потому что и покрышка гуляет, да и в принципе для скорости до 200 км в час нормально. Это еще не все, теперь нам надо законтрогайть, чтобы спицы не выкручивались. Когда собирается колесо, необходимо его законтрогайть. Слышишь звуки? Вот это вот контрогайца не пиля в резьбе спиц. Сейчас еще с другой стороны. Это покрышечки. Ё-моё! Что? Дживанчики нашел? А мне под мыслей подойдет почти. Желтый диаметр прибыл. Ладно, возвращайся. Это Швальбы Марафон Мондиаль. Скорее всего поеду я на ней. Меня эта резина не подвела в Швеции и Норвегии, не подвела ни разу в Украине. Именно поэтому я решил ее и на Альпы взять с собой. Тем более там прям жестоких гребеней не будет, я думаю. Но даже если будут как в Трахтимирове, то по ширине она почти такая же, а протектор более выраженный. Я думаю, что справится. Сейчас Вася расскажет, можно ли использовать оригинальную смазку на цепи, подожди, ты должен был сказать, о, Вася, тут смазана цепь. О, Вася, здесь смазана цепь. Да, я должен ответить. Да, и многие считают, что это смазка для консервации. На самом деле эту смазку можно использовать, она реально очень долго живет и подходит для, в принципе, любых погодных условий. Там, дождь, сухая погода. Может быть, чуть больше будет налипать пыли, но реально я советую оставлять оригинальную смазку. Ну и так как у нас сегодняшнее видео просто с миллионом лайфхаков. Еще один нюанс, о котором я знал, что он есть, но я не знал, зачем он есть. Да, к сожалению, многие, кстати, не знают, райдеры и гонщики, что передний переключатель, в частности, Shimano, имеет не один щелчок, чтобы забросить с одной звезды на другую, а на самом деле больше. Для чего это надо? Первый щелчок нам нужен, то есть нулевая позиция, нам нужна, чтобы ездить на маленькой звезде спереди и сзади на больших звездах и там от середины кассеты и выше. Но когда мы скидываем сзади цепь на маленькую, на такую вот передачу, я так, не рекомендуется ездить, то у нас начинает потирать и перекидку. И для этого у нас есть такой микрощелчок, маленький щелчок, его надо сделать аккуратно. Видите, в таком положении у нас уже цепь не трет а переключатель. Далее мы переключаем на большую звезду и у нас сейчас не трет, но если мы начнем сзади переключать на большую и у нас появится перекос, то у нас начинает тереть внутреннюю вапу. Видите, есть маленький щелчок для того, чтобы она не терла. Вот сейчас она не трет. Но если я опять спущусь назад, опять начинает притирать. И для этого я большим рычагом делал опять маленький щелчок. И у меня цепь опять не трет. То есть на самом деле четыре позиции у нас у монетки переднего переключателя. Ну, два контрола. Ну и в финале уже на земле проверяем люфт рулевой. Еще один лайфхак. Наматываем изоленту черненькую. Ее не видно со стороны, но таким образом вы точно знаете на каком уровне у вас был вставлен подсидел. И теперь можно его достать, проверить, смазать. Я бы еще добавил, что для таких систем лучше еще использовать дополнительную защиту в виде камеры. Мы обрезаем камеру, вставляем на подсидельный штырь, вставляем штырь в раму и эту камеру натягиваем сюда, чтобы она закрывала вот это вот отверстие, чтобы грязь меньше попадала туда в трубу. Так, в принципе, многие используют. Но Саня не захотел, стало, что это лишний вес, а он за каждым граммом гонится. Вы видите, у него карбоновые даже рельсы. Ну что, Вася так устал, что аж сидит. На самом деле, очень крутое ТО сделали. Я планировал, что будет меньше всего, и что мы быстро справимся. Но, так как у нас с подшипниками были некоторые, я бы не сказал, что проблемы, но один прям пришлось заменить. Все остальное просмотрели, поднастроили, цепь поменяли, все, что надо, смазали. Смазка, замена цепи и проверка всего это и есть ТО. Но, во время ТО, возможно, вылазят еще дополнительные какие-то нюансы, которые вы по ходу правите. Почему это важно делать сейчас? Потому что в путешествии это будет делать намного дороже и сложнее. Поэтому перед каждым путешествием маленькая вам такая заметочка. Собираете весь свой шмот и кип и едете хотя бы на одну ночь, хотя бы километров на сто, чтобы протестировать, как вам спится в этих шмотках, как велосипед ведет себя с этим обвесом. И потом, когда вы проезжаете, а в нашем случае это были добрые 210 километров по говнам, вы едете в нормальную мастерскую или если вы сами не рукожопа, как я, берете и проводите вот такое простенькое ТО. Даже после ТО надо обязательно проверить велосипед. Мы поменяли цепь, потом надо заехать в горку на самой тяжелой передаче, посмотреть, чтобы точно не стреляло. Еще попрыгать с бордюров, чтобы ничего не отпало. Ну, чтобы мы действительно вдруг эксцентр какой-то не закрыли тебе. И действительно надо все заранее тестировать. Даже у велогонщиков есть такое правило никогда не надевать новые вещи и никогда не ремонтировать перед самой гонкой велосипед. Потому что даже неправильно подобранная стелька или обувь или шлем реально могут такой создать дискомфорт, что можно просто не закончить гонку. Поэтому реально надо все тестировать и после того тоже надо протестировать. Поэтому, Саня, сегодня надо тебе 200 проехать, ну, чтобы протестировать в нормальных условиях. Пока я буду ехать 200, вы подпишитесь на канал Васи, потому что у него там интересные технические видео, сам посматриваю. И вас там уже очень много, пожалуйста, не уходите от меня так много. То есть, вы должны его смотреть и меня, хорошо? Спасибо, чуваки, что подписались. Все, до следующего раза будет еще много интересных видео. Всем пока. Пока.